Линия фронта. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 100 боевых столкновений. То есть тенденция примерно сохраняется, боевая активность сохраняется. В общем, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта 62 авиационных удара, в результате чего применил по нашим позициям 95 кабов. Совершил более 4000 обстрелов из различных видов артиллерии. 149 из них были с применением реактивных систем залпового огня. Далее пройдемся по оперативным направлениям. И сегодня начинаем с линии фронта, Харьковское направление. Здесь произошло 4 боевых столкновения. Враг четырежды пытался атаковать наши позиции. В основном атаки осуществлялись в районах Волчанского и Глубокого. Тут наши военные продолжают проводить мероприятия по усилению оборонных позиций и рубежей. То есть здесь мы закрепляемся. Если есть возможность, мы контратакуем врага. И продвигаемся, пытаемся его вытесить с нашей территории. Надо отметить, что на Харьковском направлении у расистского командования, ну я уже говорил, там дилемма, что делать. Сейчас есть сведения, они подтверждаются, что с Днепровского направления часть войск перебрасывалась сюда, с Курской области часть войск перебрасывалась сюда, что снижает вероятность начала активных боевых действий на Сумском направлении. Не снимает, а снижает вероятность. Также мы знаем, что из Крыма перебрасываются сюда системы противовоздушной обороны. Скорее всего, для продолжения, так как мы уничтожили тот комплекс С-300, С-400, который наносил удары по Харькову, скорее всего, они сюда перебрасывают из Крыма системы ПВО, тоже С-300, С-400, для того, чтобы либо возобновить удары по Харькову, либо прикрыть свои войска, потому что мы начали наносить удары авиации. Также вчера было сообщение, оно вышло позже, чем записывался ролик, поэтому я его сегодня оглашаю. Наши войска с помощью авиации, ударами ракет, воздушного базирования нанесли поражение командному пункту, ну, наверное, можно сказать, штабу. Там все вместе был узел связи, штаб, командный пункт 6-й общевойсковой армии. Это та, которая руководит боевыми действиями именно на этом оперативном направлении. Здание практически разрушено, действие командного пункта парализовано, есть количество погибших и раненых рашистских военных в результате удара на данный момент уточняется нашей разведкой. Далее идет у нас, ну, да, и надо отметить, что на Харьковском направлении изменений в линии фронта не произошло. Мы уверенно держим оборону, мы уверенно наносим огневое поражение врагу. Кстати, они начали, подтянули инженерную технику. Мы вычисляем, где она находится, и вот как в населенном пункте Ракитная позавчера, был нанесен удар по скоплению техники и боеприпасам противника, которые были спрятаны в производственном здании в ангаре большом, под видом обыкновенного склада. Мы этот склад уничтожили. Долго была детонация от кирийских боеприпасов. Также рашистские войска на Харьковском направлении начинают усиленно пытаться рыть блиндажи. Так как спрятаться негде, город они, вот, кстати, в той части города, где они сидят, она наиболее разрушена, центр сильно разрушен, и северная часть, им негде прятаться, она начинает рыть блиндажи. Наша разведка начинает вычислять эти блиндажи для того, чтобы так нам даже легче, когда они забегают все в блиндаж, туда залетает FPV-дрон. Так вот, за прошедшие сутки на Харьковском оперативном направлении нашими войсками с помощью FPV-дронов уничтожено 15 блиндажей с личным составом врага и склад боеприпасов. Там, на Харьковском еще одном направлении надо отметить, что действует, активно действует так называемый африканский корпус. Ну, не подумайте, что это там структура военная, корпус. Просто мы так называем. Очень много выходцев из Африки и других стран. В основном Непал и Африка. Вот такие два источника наемников. Мы об этом сегодня еще поговорим во второй части нашего видео. Я вам расскажу, какие мероприятия принимает Рашистское командование по найму этих наемников. Так вот, они в наибольшем количестве, они сосредоточены на Харьковском направлении. И это говорит о том, что резерва нет. И то, что снимают войска и группа войск Днепр Рашистская, сюда перебрасывает часть войск и ПВО, в Белгородскую область тянут, из Крыма. И хотя в Крыму там с ПВО у Рашистов большие проблемы в результате наших огневых ударов по их системам противовоздушной обороны. Поэтому их и наемников, вот видите, африканско-непальских тоже тянут сюда. Поэтому здесь дилемма, что же делать дальше. Резервов-то не хватает на все оперативные направления. Далее у нас идет Купенское направление. И тут противник пытался оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов «Синьковка», «Степная», «Новоселовка», «Песчаная» и «Берестово». Потери позиций с нашей стороны не допущены. Противник успеха в этих атаках не имел. Их было всего несколько. Но при этом понес довольно ощутимые потери и отступил на исходные рубежи. То есть все атаки врага захлебнулись перед нашими позициями. Далее идет Лиманское направление. Тут количество боестолкновений возросло до 12. Враг активизировался на Лиманском направлении. Но им нужна основная, конечно же, Белогоровка. Хотя в прошедшие сутки они, видимо, пошли на перегруппировку в районе Белогоровки. То есть на восполнение потерь. И в основном 12 вот этих атак распределились между населенными пунктами Дружелюбовка, Невская, Тернов, Торская, Григорьевка и Серебрянский лес. Все атаки были нашими войсками отбиты. Потерь позиций с нашей стороны не было допущена. А линия фронта на Лиманском направлении осталась без изменений. Но тут единственное надо отметить, что на Лиманском направлении враг активизировал боевые действия. И уже которые сутки подряд мы наблюдаем в районе плюс-минус 10 атак за сутки. Далее у нас идет Северское направление. И здесь обстановка существенных изменений не претерпела. И противник предпринял за прошедшие сутки всего-навсего 4 штурма наших позиций. В основном штурмы проводили в районе Спорного, Ивана Дарьевки, Верхнекаменского. Все атаки врага не увенчались успехом. И понеся потери противник отошел на исходные рубежи. Линия фронта на Северском направлении остается без изменений. Краматорское направление. Тут агрессор 7 раз пытался атаковать подразделения сил обороны Украины. В основном атаки распределились в районах населенного пункта Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. 6 попыток атаковать наши позиции не увенчались для врага успехом. Поднеся потери враг отступил. Но в районе населенного пункта Ивановского враг имел частичный успех. И по информации команды Дипстейт, они это отметили на карте, вы это видите на экране. И что населенный пункт Ивановская перешел под контроль вражеских войск. В основном они расширили свое вклинение вдоль трассы на Покровск и Константиновку. Они не продвинулись западнее. Они расширили южный фланг вот этого вклинения, захватив остатки населенного пункта Ивановская. Но через несколько часов сегодня в обед примерно появилась информация от оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И речник группы войск Назар Волошин сообщил в комментарии «Интерфакс Украина» изданию, что село Ивановское находится под контролем вооруженных сил Украины. О Ивановском могу сказать следующее. «Населенный пункт принадлежит Украине. Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении», рассказал спикер группировки. Поэтому, видите, с одной стороны команда Дипстейт говорит о том, что линия фронта проходит там, где сейчас они показывают. И вот заштрихованная часть населенного пункта – это есть продвижение расширских войск. Но через несколько часов выходит опровержение со стороны спикера группы войск «Хортица». Очень печально, что у нас такие большие расхождения. Но посмотрим, все равно жизнь покажет, карта покажет, и где же конкретно проходит линия фронта. Если будут какие-то изменения, завтра я вам в этом расскажу. Я имею в виду, или команда Дипстейт изменит положение вещей на своей карте, в чем я крайне сомневаюсь и надеюсь, что они оставят так, как все есть, потому что оно, скорее всего, соответствует действительности. Ну, либо будет изменение ситуации. Далее идет у нас Покровское направление. И тут у нас, как уже сложилось ранее, самая горячая обстановка. 21 атака противника на Покровском направлении. Самое сложное направление здесь, к сожалению, я так понимаю, что рашистским войскам удается осуществлять непрерывность в этом ползучем наступлении. Они поддавливают на различных участках этого оперативного направления. И на рубеже Новоалександровка-Уманская они пытаются продавливать нашу оборону. 21 атака распределилась практически по всему оперативному направлению. И они пытались вклиниваться в наши боевые порядки в районе населенных пунктов Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. К сожалению, враг имел частичный успех в районе Новопокровского. И немного продвинулся вперед. И вот здесь у нас, я так понимаю, уже назревает очень сложная ситуация. В плане того, что судя по активности врага, сюда брошены самые большие резервы. И мы на пока что за последние несколько недель не можем остановить вот этого ползучего наступления со стороны рашистских войск. И такое продвижение, если враг начнет двигаться, я вчера вам говорил, в район Нововоздвиженки, то это может создать угрозу для нашего Торского оперативного направления, которое сегодня держит оборону и где противник даже не проявляет. Мы его пропускаем с вами в некоторых сводках Генштаба в связи с тем, что там настолько наша оборона сильная, что враг даже не проявляет высокой боевой активности. Но вот наступление на Покровском направлении... Кстати, это объясняет, почему рашистские войска сосредотачивают основные усилия именно на Покровском направлении. Наши войска стараются максимально истощить рашистские части, нанести максимальный урон, максимальные поражения, для того, чтобы снизить боевые потенциалы или снизить наступательную активность рашистских войск. Пока это удается очень и очень слабо. Поэтому это остается самым проблемным, самым горячим и самым активным оперативным направлением в нашей стратегической обороне. Кураховское направление. Тут ситуация остается напряженной. С начала суток враг, или за прошедшие сутки, правильнее так будет сказать, враг увеличил количество боестолкновений до 17. Пытаются они продвинуться в районе Невельская, Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Просковеевка. Практически по всему оперативному направлению враг пытается продавливать нашу оборону. Но здесь надо отметить, в отличие от Покровского направления, тут у врага успехов нет. Не удалось ни разу вклиниться или продавить нашу оборону. Но с нашей стороны потерь позиций на Кураховском направлении не допущена. И линия фронта осталась без изменений. Противник несет потери и отходит на исходные рубежи. Далее у нас идет Времевское направление. Тут захватчики пытались идти вперед у Водянова и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу в районе Водянова. К сожалению, в районе Старомайорского враг имел частичный успех и нам пришлось оставить несколько позиций. Сейчас силы обороны Украины предпринимают действия для стабилизации линии фронта и недопущения дальнейшего продвижения противника. И ситуация на сегодняшний день, ситуация в районе Старомайорского контролируемая со стороны сил обороны Украины. На остальных участках этого Времевского оперативного направления изменений в линии фронта не произошло. Далее у нас идет Ореховское направление. Тут оккупанты совершили одно штурмовое действие в районе населенного пункта Капани. И это не принесло им успеха. Атака захлебнулась и враг, понеся потери, отступил. Поэтому на Ореховском направлении изменений в линии фронта тоже не произошло. Далее у нас остается Приднепровское направление, где наши защитники отражали в течение прошедших суток две атаки противника. Там же в районе населенных пунктов, бывшего населенного пункта Крынки. Ну, он будет будущий, потому что ничто так не уходит в небытие. А просто мы все будем восстанавливать, отстраивать, поэтому да. Но еще раз подчеркиваю, Крынки продолжают сражаться. Плацдарм в районе Крынков держится, наносит противнику ощутимый урон и наращивает, по возможности наращивает свой боевой потенциал для поддержания уровня обороны на левом берегу Днепра. И остальные плацдармы, не только в районе Крынков, но и далее, южнее, в сторону Олешек, наши плацдармы держатся и наносят противнику по возможности максимальный урон. А все попытки вражеских войск сбросить нас с левого берега не приносят никаким результатам. Также хочу отметить, давно не было изменений в обстановке в акватории Черного и Азовского морей. Теперь мы подключаем Азовское море, почему? Потому что враг туда теперь выводит свои носители ракет Калибр. Там они находятся, дрейфуют в акватории Азовского моря. Но, правда, посмотрим, куда они будут уходить. Дело в том, что в основном носители ракет Калибр, надводные носители, они до 10 суток могут позволить себе автономного плавания. Потом им надо заходить в порт для пополнения запасов. Так вот, на 6 часов утра сегодняшнего дня в Черном море находился один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет Калибр с общим залпом в 4 ракеты. В Азовском море находятся 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет Калибр. Общий залп ракет с Азовского моря может составить до 24 ракет. Плюс еще 4 в Азовском, в Черном море. Итого 28 ракет. Это может составить общий зал тех кораблей, которые находятся в акватории Азовского и Черного морей. Все корабли надводные, поэтому мы продолжаем за ними наблюдение и бдим, чтобы они не производили залпов. На других оперативных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. По огневым задачам, которые выполняли Силы обороны Украины. Итак, воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Силы обороны Украины за прошедшие сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. Также было поражено 7 средств ПВО. Сюда включились дивизионы, которые мы громили в Украинском Крыму. 2 района огневых позиций ракетных войск и артиллерии врага. Радиолокационная станция противника. Вот такие огневые задачи выполняли наши Силы обороны. За прошедшие сутки общие потери рашидских захватчиков составили в личном составе 1100 оккупантов. Далее в технике вооружения. В танках враг потерял 23 единицы. В боевых бронированных машинах 32 единицы. В артиллерийских системах 46 единиц. В авиации, в самолетах 1 единица. В беспилотниках оперативно-тактического уровня 13 единиц. В средствах ПВО 5 единиц. В средствах, в реактивных системах залпового огня 1 единица. В автомобильной технике 58 единиц. И в специальной технике 21 единица. Вот такие потери суммарно понес враг на всех оперативных направлениях. И на линии фронта от Харькова до Олеши. И в общем вот такая военная обстановка сложилась в Украине. Но прежде чем перейти к следующему разделу, надо отметить... Тут есть изменения по вчерашней обстановке. О чем надо обязательно проговорить. И добавить сюда те инциденты, которые происходят в Рашидской Федерации с военной техникой на сегодняшний день. Итак, изменения идут следующие. Помните, да, мы вчера с вами, я вам рассказывал об ударе беспилотников ГУР, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по Ахтубинск. Аэродром Ахтубинск в Астраханской области. Туда долетели, как местные паблики сообщили. Вот надо отдать должное. Молодцы. Описывают все в подробностях. Не надо даже далеко ходить. ПВО не сработало вообще. Три дрона летело, три дрона взорвались. Так вот, представитель Главного управления разведки Украины, когда вчера сообщал нам эту новость, он сказал, что вероятно, должно было быть два самолета поражено. И сегодня появились спутниковые снимки, которые действительно подтверждают, что не один Су-57 уничтожен, а два самолета Су-57. Ну, скажем так, один гарантированно выведен из строя, второй сильно поврежден. В любом случае, без ремонта, а я думаю, что довольно длительного ремонта, вряд ли он сможет подняться в воздух. Так что два самолета. Я вчера говорил, было шесть, осталось пять, то сегодня я поправляюсь и говорю, было шесть, осталось четыре. Так что самый скрепный, самый любимый самолет нелегитимного Путина еще плюс один уничтожен. Даже они боятся их подпускать к нашему воздушному пространству, чтобы не опозориться в плане сбития. Кстати, специалисты, я уже там говорил, сегодня дополню просто в том плане, что Су-57 это, будем так, это Су-35 в новом фюзеляже. Так говорят специалисты. И Рашидская Федерация, почему они его не пускают в боевую обстановку? Потому что они завышают, очень сильно завышают его тактико-технические характеристики с целью дальнейшей продажи. Поэтому для них потеря этих самолетов, это крайне негативное явление, которое могло бы произойти. Ну, прятали они их, прятали, но все равно не спрятали. Поэтому все-таки два Су-57 были уничтожены на аэродроме Ахтубинск. И две системы ПВО там, которые должны были их защищать, но, как говорится, не смогли. Далее, вчера произошло крушение Су-34 в Северной Осетии. Там у Министерства обороны Рашидской Федерации в Северной Осетии Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 в ЭКС России. В результате инцидента экипаж погиб. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Министерство обороны Рашидской Федерации. То есть Минобороны России подтверждает эту аварию. Ну, скорее всего, тренировочная база учат пилотов на Су-34, которые потом сбрасывают кабы на наши с вами головы. Ну что ж, минус еще одна сушка, минус еще один экипаж. Для нас плюс еще шажок к нашей перемоге. И еще один интересный инцидент происходит сейчас в Баренцевом море. Там горит большой противолодочный корабль Рашидской Федерации «Адмирал Левченко». Ну, я думаю, что экипаж... Вчера было сообщение, что экипаж пытался бороться за плавучесть корабля, но, скорее всего, бесполезно. Дело в том, что загорелась силовая установка, то есть горит главный двигатель корабля. Если горит главный двигатель, то потушить его уже практически невозможно. Выгорит весь корабль. А дальше доберется до топливных баков и до боезапаса. То есть мины, торпеды, ракетные и артиллерийские установки, которые на корабле, весь боезапас внизу. Так что спасти, я думаю, что уже вряд ли удастся. Скорее всего, если в спасательную экспедицию есть чем предпринять, то, может быть, они ее предпримут. Если нет, значит, экипаж будет как подводная лодка «Комсомолец». Практически весь экипаж вышел на палубу лодки, когда она всплыла. Но пока советское руководство думало, как провести спасательную операцию, чтобы не допустить туда иностранных спасателей, в результате большая часть экипажа погибла. От переохлаждения и полученных ранений, не своевременно оказанной медицинской помощи. Вот такая может повториться история. Одной из причин, называют, ну пока можно назвать, это отсутствие правильного ремонта и своевременного обслуживания главной силовой установки этого корабля. Вопрос в том, что это наш корабль, который был выпущен, ну он в советское время был выпущен, но он постройки на Николаевском судостроительном заводе. В связи с тем, что Украина ввела санкции против России, и мы перестали поставлять комплектующие и запчасти для кораблей такого типа, для их силовых установок, то вполне возможно, что некачественный ремонт и некачественное техническое обслуживание привели к тому, что главный двигатель этого корабля, силовая установка, загорелся. В результате мы имеем вот такой вот инцидент. Посмотрим, чем закончится, ну, надеюсь, потери этого корабля. Закончится для расистов этот пожар. Еще раз напомню, что в Баренцевом море пылает большой противолодочный корабль Рашистской Федерации адмирал Левченко.